Привет! Мы начинаем серию из пяти выпусков, которая поможет нам ответить на вопрос, как выбрать хорошую краску. Непосредственно этот выпуск посвящен такой теме, как виды лакокрасочных материалов, и он будет состоять из двух частей. В первой части мы рассмотрим с вами распространенные виды лакокрасочных материалов, такие как грунт, эмаль и грунт-эмаль. А во второй части мы с вами поговорим о достаточно специфических видах лакокрасочной продукции, таких как филер, база, лак, шпаклевка и шоппраймер. Рассмотрим подробнее каждый вид ЛКМ. Грунт. Грунтовка или праймер это, как правило, первый слой в лакокрасочной системе. А хороший грунт обладает высокой адгезией и отличными защитными антикоррозионными свойствами. О том, как измерить адгезию или оценить антикоррозионные свойства покрытий, мы поговорим с вами в одном и следующих выпусков. А если вы хотите добиться высокодекоративной идеальной высокоглянцевой поверхности, то грунт придется еще и шлифовать. А значит хороший грунт должен идеально шлифоваться через короткое время после нанесения. А хорошо шлифоваться это значит не наматываться на абразивный круг, не забивая его. Или, как говорится, шлифоваться в пыль. Плохо шлифуемый грунт налипает на абразивный круг и образовавшиеся катышки на этом абразивном круге оставляют большие царапины на грунте. Такие царапины маляры обычно называют барашкой. Такие барашки, к сожалению, в дальнейшем очень тяжело убрать последующими слоями. Эмаль. Эмаль это финишный слой лакокрасочной системы. Эмаль может наноситься только на загрунтованную поверхность, так как она не обладает антикоррозионными защитными свойствами. Если вдруг вы покрасили голый металл эмалью, то не удивляйтесь, почему он заржавел через две недели. Главной функцией эмали является придание поверхности декоративных свойств, таких как цвет и глянец. Хорошая эмаль обладает хорошей укрывающей способностью, то есть она должна перекрыть цвет грунта за один слой. Некачественные и дешевые эмали порой надо наносить несколько раз в несколько слоев для того, чтобы добиться насыщенного реального цвета. Эмаль должна сохранять свои декоративные свойства в условиях среды эксплуатации как можно дольше, то есть не терять цвет или не выгорать, а также не терять глянец. В том случае, если мы работаем с вами с агрессивными средами, например, красим оборудование, которое используется в гальваническом цехе, то эмаль также должна иметь защитную барьерную функцию. То есть при попадании на нее кислоты или других агрессивных составов эмаль не должна разрушиться. Грунт эмаль. Грунт эмаль, как вы уже, наверное, догадались, обладает всеми функцией как грунта, так и эмали. То есть это самостоятельное покрытие, которое может наноситься на металл и одновременно выполнять декоративные функции. Хорошая грунт эмаль должна обладать всеми теми характеристиками хорошего грунта и хорошей эмали, о которой я говорил уже выше. Однако стоит отметить, что декоративные защитные свойства хорошей грунт эмали будут всегда уступать равноценной системе грунт плюс эмаль. И в одном из следующих выпусков мы с вами подробно осветим эту тему, что лучше выбрать, двухслойную систему грунт плюс эмаль или однослойную грунт эмаль. На этом мы заканчиваем с вами первую часть, а во второй части, как я вам уже и говорил, мы поговорим о более сложных специфических видах лакокрасочной продукции. До встречи в следующей части!